Простите, пожалуйста, извините, ради бога, с такой просьбой обращать. А вы не могли бы попробовать сесть на шпакат? Вряд ли получится. Ну, Максим. Ну ладно, Маза, ты еще страшно, господи, вы такая добрая, вы хотя бы руками тогда делайте. Проходит? Добрый день, друзья. Вы знаете, очень наезжают на Настю Волочкову за вот этот эпизод, что она как-то протроллила баде позитивную, как принято говорить, девушку. Не могу сказать, что я прям очень хорошо знаю Волочкову, но доводилось с ней общаться, и что я могу сказать, она самый незлобливый человек в нашем шоу-бизнесе. Она вообще не злобная. Это абсолютно точно была постановочная вещь. Это девушка из шоу-бизнеса, там, не знаю, играет в какой-то команде КВН, возможно, или где-то еще. И еще раз, это не был наезд, не было издевательство. Это просто было сделано для вас, для развлечения, а вы простроились. Знаете, а зачем вы реагируете на это? Я? Да. Никак, я только с сарказмом. Я же, говоришь, шпагат вошел в Книгу рекордов России. Как я могу реагировать? Да вас это обижает, тем не менее. Меня обижает? Да что вы, меня это восхищает. Волочкова заводится, прям заводится, заводится. Вы знаете, нет, меня это никак не, скажем так, как вы сказали, обижает? Обижает, да. Ни в коем разе. Потому что от моего шпагата, простите, мужчины возбуждаются, так и есть. Так это то, чего не могут мне простить. Простите, пожалуйста. Вот эти тети, которые мне пишут с нулевыми аккаунтами в Инстаграме, как вы можете сказать, что меня это обижает? Я сижу с любимым человеком дома, мы ржем просто вот так. Он говорит, Настя, ты долго будешь на это реагировать? Я говорю, а я не буду реагировать. Я взяла на год, закрыла комментарии, у меня еще больше прибавилось подписчиков. И денег больше приходит, честно, за рекламу. У вас миллион подписчиков. Миллион двести тысяч. Я знаю, миллион двести тысяч. И причем все настоящие, сейчас же это можно все проверить. Вы знаете, я не гонюсь за количеством подписчиков, я гонюсь за, знаете, количеством чего? Количество – это то, что измеряется, а я гонюсь за тем, что не измеряется. За любовью, за человеческими отношениями и за эмоциями. Вот я выступила в спектакле, вот детки бегут ко мне, пятилетний, они бросаются мне вот так вот на меня, за ножки меня обнимают, говорит, Анастасия, можно вас обнять? Скажите, это можно померить какими-то деньгами? Честно, нет. Честно, нет, это невозможно. И когда меня спрашивают, зачем я это делаю? Да потому что я жить без этого не могу. А те, кто пытаются, как говорится, благотворительностью заниматься, и первый вопрос, который задают организаторы, а сколько вы нам за это заплатите? Это очень жалкое зрелище. А вы говорите, обижаюсь, Елена, на кого? В общем, я понял, когда Настя уедет в Таиланд, мы будем следить за ее инстаграмом. Неужели нет других новостей? Пусть новости будут только такие, что она уехала на Мальдивы. Ну, теперь ждите из Таиланда. Да, всегда будет возвращаться. Мы будем ждать. Спасибо. В вашей студии обязательно. Спасибо. Про человеческие отношения. Вот вы упомянули зависть. Вам кто завидует, вы считаете? Только балетные или... Нет, это общественность. Это в основном, конечно, женщины. Ну, я думаю, да, вот мужчины-то что будут завидовать? А вы знаете, мужчины тоже завидуют. Мужчины будут завидовать тем мужчинам, которые с вами, может быть. Это в первую очередь. Но еще, как ни странно, завидуют склады моего ума, умению общаться, умению грамотно изложить и донести свою мысль, умение общаться с людьми, с большой общественностью, с большим электоратом, я должна сказать, посредством и своего творчества, и своей концертной деятельности, и умения во время концерта донести любую мысль, которая мне интересна, и которой я могу поделиться. Я могу сказать, что даже вот в мире политики, я реально, я могла бы составить... Да, когда вы про электорат сказали, я так подумал, что через 6 лет вы не собираетесь выдвигать свою кандидатуру. Нет, я не собираюсь. А скажите, Евгений, вы считаете реально, что нечему завидовать? Есть чему, поверьте. Люди не могут простить успеха, красоты, свободы, независимости, умение оставаться самой собой, говорить правду, быть честно перед самой собой, потому что наш судья жизни, самый главный, это наша человеческая совесть. Умение заниматься любимым делом и исполнять его профессионально, быть в такой форме, да, в 40 лет, конечно, и надеть на себя мини-купальник на Мальдивах. Это же мое дело, в чем мне купаться на Мальдивах. Но даже этим шпагатам и ножкам, конечно, завидуют. Почему больше женщины? Я же смотрю, кто пишет мне в той же Инстаграме комментарии. Я же, когда смотрю на эти рожи, прости меня, по-другому не могу сказать, мне все становится понятно. А у многих закрытые аккаунты с нулями, ноль публикаций, ноль подписчиков и одна подписка на меня, просто чтобы написать гадость. Сначала, Евгений, я очень сильно огорчалась. Но потом, когда я поняла, что происходит, и кто мне пишет, мне стало все ясно, и я понимаю, что я на правильном пути. Потому что особенно, когда речь идет о шпагатах, я вот даже сделала такую, ну как немножко провела аналитику, да, по комментариям. Вот если я выкладываю какие-то фотографии там с детками или концертные все, вот как, знаете, не то, что там ноль реакций, ноль эмоций, но все равно не такой ажиотаж. Как только фотографию я выложила на яхте в Крыму, вот летом у меня была, ну скажем, не так давно, да, у меня есть друзья, которые пригласили на яхту, но я, как обычно, в шпагате. Так вы знаете, этот шпагат за час набрал миллион просмотров. Почему вас это удивляет? Меня уже ничего не удивляет. Просто я отношусь к этому теперь с юмором, вот даже, вот знаете, с каким-то стебом. Потому что я думаю, мои хорошие, если вам больше нужны шпагаты, так будут вам шпагаты. Я этим шпагатом хочу уже Крымский мост объединить, представляете? Волочкова присоединила и соединила, да, две ипостаси. Вот о чем речь. Но я хочу, чтобы за меня говорила в жизни не громкость имени, а дела и поступки. Поэтому помимо шпагатов я умею делать и другие вещи. И если хотите шпагаты, и они вас так будоражат, то будут шпагаты, но пусть они привлекают внимание, эти шпагаты, к социальным каким-то проблемам, которые я тоже пытаюсь осветить. А женщины, те, которые пишут, понимаете, они как, ну, может быть, у них беда в жизни, может, их не любят, может, у них нет секса, нет любимого человека, им не дарят белые розы, им не дарят белые майбахи, они не живут в роскошном особняке, как я. Они как еще представят эти шпагаты в постели с мужчиной, с любимым. Так вообще же, там не то, что локти отгрузят ребят. Я думаю, что не только женщины, я думаю, что здесь больше мужчин. Ну и тоже. Ну так понимаете, я же должна этим дорожить и восхищаться самой собой, что да, у меня такая форма. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА